короче я сегодня сгонял на матч на спорте сгонял на матч на спорте посмотреть что там и как знаю что они там предигравую типа для них это была игра которую обкатывали состав перед нами я такой ну поеду сгоняю плюс там колено лакер поздороваюсь там краб должен тоже очень ребята с которыми я периодически общаюсь хорошо там егор вратарь дальше я выкатываю пост да возможно там эмоциональный да где-то что-то поджигающий но так или иначе потому что я понимаю что на поле я реально знаю только троих мы обещали вам следующий груз на спорте конечно соглашались мы не ожидая большие охвата просмотр мы видим и хер там плаву мы надеялись что будет вывеска лакер против амкауа гриценко из дома 2 может быть милохин сыграет ну или молодой потом выйдет тут у них на обложке еще нарисован на обложке нарисован валадикс excel текила мбп платон гриценко макс голкипер тренера тари и горк шип милохин по-моему ервин или как-то ну короче вот тоже очень популярный чел стик тока лев и короче я просто к чему я это написал потому что я сегодня увидел саню текилу володя я так понимаю не тренируется и не играет сейчас на спорте но на игру с нами на банку придет платон явно не выйдет гриценко на 90 процентов не выйдет макс на сто процентов не выйдет милохин я думаю даже не появится в этот день на матче егор шип миллиард процентов даже не появится на матче он тоже я думаю не появится на матче вот лев будет но без игры в футбол вот и уверен просто в этом тоже очень сильно уверен поэтому пригнать на матч я понял что разведка доложил верную инфу объясню действительно ну как бы была инфа о том что у ребят есть там какие-то новички которые взяты специально под амкал вот оказывается что на спорте затаились и не выкладывать ничего так как наигрывали новый состав но умный баф для игры самка уже очень стремно проиграть и я прекрасно понимаю ну да здесь немножко поджигаю не вы против комбом играть есть честно ногу google подсказывает что на умным в трансформаркета но я там ниже поясняю кто конкретно это у вас сам медийная команда получается ребят со слов на спорте так как больше никто это не верит но здесь все понятно по итогу из основного состава я знаю только тарасово текилу и германа петросова это правда вот володя вообще не был на матче краб только во втором тайме вышел краб вышел вместо текилы в нападении во втором тайме остальных я также продолжил не знать вот лучше бы кенесея ну да я немножко погорел по поводу того что по факту ну то есть как бы хочется чтобы это было обоюдно выгодно понятно что сейчас учитывая что я решил написать этот пост немножко разговнялся мы прекрасно понимаем что сейчас уже хайп будет просмотры будут все ждут эту битву кто победит там кавали на спорте сейчас уже уже все горит уже спичка чиркнута брошена и уже это все сгорелось но если бы я это не сделал то мы понимаем что нам это было бы не интересно по итогу потому что я правда не знаю никого ну то есть никого я там я бы даньку милохина поставил на обложку с удовольствием видосы ну про лакера чего-нибудь было бы прикольная сюжетка но не судьба нам это сделать потому что этих ребят не будет вот я увидел много ребятам без номеров ну да естественно у меня футбольные мои знакомства позволяют быстро находить ребят уточнили что это некий кирилл дубников футболки с номером не нашлось в атаке будет развал нападающий из пфлки по-моему вот он кирилл дубников да здесь он на массе чуть-чуть вот но для посмотрите в живую он очень даже стройный для машины пиздец ой донатик пришел спасибо огромное спасибо большое за донатик такой прям музыкальный большой донатик так и скажи что хочешь слиться и все о саня саня таки здорово здорово-дорова саня хочу слиться да вот сейчас занимаюсь сливом как раз знамя труда без клуба с 28 января 22 года вот не знаю возможно возможно кирилл дубников некий давным-давно дружил и я не знаю там играл с на спорте но к сожалению не видел я его ни на отборе вообще нигде я не ну типа окей ну как бы просто я очень сильно ржу с того что ну именно под матч нами я думаю что как только мы сыграем кирилл дубников перестанет играть за на спорте вот ну это просто к вопросу о самом едином окей иван князев тоже да иван князев на трансфер маркете сейчас мы его найдем вот это кстати у него просто очень забавная тема я когда нашел на трансфер маркете я дико поржал с момента с момента бана и вот стране не вот ваня князев познакомился с ним на трансфер маркете потому что тоже не видел его выпусках на спорте никогда тут агентство короче у него дисквалификация дисквалификация и это защитник из дисквалификации у него за из-за допинга из-за допинга в пфл прикиньте реально бан за допинг и вопрос тогда может наш матч насколько официальный может ли он выходить под допингом ну то есть типа реально реально просто прикиньте чувака отстранили за допинг бля это очень забавно поэтому завтра мы соберемся на тренировку и я раздам всем игрокам амкала мельдоний просто чтобы они ебашили невероятно я еще там нашел несколько чуваков я тут записал о том что еще есть несколько темнокожих чуваков новых я не знаю как правильно писать чтобы меня потом не заругали за это ну короче правда на поле знаю только троих вот честно петросова дима тарасова и саша тарасова текилу остальных вообще первый раз в жизни вижу да собственно все ну я я просто не знал как коментить я понимаю что я дальше пишу мысль которую мне хотелось донести пофиг на профиков но типа в целом снимается вопрос по полу и я такой окей пожалуйста чтобы ну как хочется хочется ребятам победить пусть побеждают вообще без проблем окей так я просто ну вот опять это такая моя больная тема мне хочется до последнего всегда быть трушным ну как бы главное помните что придавая свои дела вы передаешь внимание любой болельщиков на мой взгляд это именно главный та главная причина по которой на на спорте у большого количества людей из медиафутбола ну там медиа вот этих вот футбольных движух челленджи и так далее именно у зрителей почему на триггерит потому что есть очень громкие фразы вот пожалуйста мы сама медийная команда дайте нам время мы утрем на сам калу эту дрот и ну да этот уточняю что 8 месяцев прошло с после этой фразы ну и соответственно после мкс на спорте ну на мой взгляд субъективный невероятно сильно пропали то есть я знаю что было много матчей но почему-то они даже не публиковались окей и вот после мкс мы сделаем упор на медийность и всех легионеров распускаем вот я до последнего очень надеялся что это случится это не случилось ну да все я немножко триггерил немножко поджог все это сплыхнуло вот ну и все собственно говоря у нас достаточно медийных ребят которые выйдут против нас но нам важнее тренироваться к лиге супер огонь огонь я очень рад правда очень рад вот с огромным удовольствием сыграю со всеми ребятами и с тобой тоже сыграю супер очень рад что так что так так и будет вот очень рад что лига для вас важнее чем наш матч ну типа это тоже в этом нет ничего ничего плохого короче смотрим дальше реакция ну которая пошла дальше да то что я душный посмотрела на матч начал ныть свои телеги перестраховываться на будешь поражение сам ты готов будешь на поле готов 19 минут и как это ты это мы знаем готов ли поспорить называй сумму или соешься как в прошлый раз это ну мне судя по всему опять нужно вторую футболку готовить с надписью снова сэкономили но самое интересное сообщение конечно же понятно что это вброшено просто ради вброса и поджигания но крутая фраза за которую сейчас будут многие цепляться единственный единственных игроков которых я знаю вам кали это прокоп и майк оба были на спорте но вот это конечно в раке вот это конечно в раке ну во первых потому что нельзя не знать меня во вторых потому что нескольких игроков амкала приглашали к себе на спорте и очень сильно пытались замотивировать их переход деньгами вот реальными деньгами то есть вы там знаете про блата вы знаете что димку егор вызвали звали там из женька не помню какой-то был там разговор что-то через нечая но вот там блата егорова железобетон назвали плюс еще была история так и такой брехню несет гену окей да брехню вот вопрос помимо 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 того что звали игроков амкала еще и звали даже став есть операторы которые снимают нам их звали есть голосом кал огром его пытались за бабки пригласить коментить матча вот поэтому у нас даже не то что знают игроков амкала на спорте знают даже блять тех кто делает помогает организовывать и так далее то есть даже там операторов и комментаторов амкал так подождите тут на спорте походу изменили этот изменили коммент мне кажется найдите два отличия бля ржу ржу почему я так почему мне так смешно почему мне так смешно дальше выкатили пост пиздательщий мой любимый стратег герман подготовил тезис на случай поражения заранее все верно песни про профиков и наигранный состав потомка у прочей выдумки уже в телеге но нам уже развеял их текила саня сказал что достаточно выйдет медийных ребят и зря я выёбаюсь вот мы готовимся к серьезному чемпионату устраивать товарки в рамке подготовка этому событию ну типа подразумевая что ребята ну как бы блять мы далеко не медиалига и пошли ка мы нахуй ну не суть наш коллектив наш состав это решение тренировского штаба без вопросов сто процентов да просто да у нас ни в коем случае не касается кто играет кто не играет это сто процентов решения тренерских штабов и так далее просто я просто ржу с момента того что прикольно было ну мне тоже я зритель на спорте мне интересно было бы знать кто это такие я просто пришел посмотреть на матч увидел у крапа он закинул приходите на матч я пришел посмотреть на своего друга на лакера на крапа на победителя отбора и понял что никого нет поэтому негодую ну вот но к тому же 2 ноунейма профика из на спорте с прошлого года как-то поразительно хорошо вписались в ваш медийный состав вам кау вы между собой болтайте что нас на 15 минут даже не хватит сам 10 минут не отыграешь скажи пожалуйста сайт с чего ты решил что мы между собой болтаем что у вас на 15 минут даже не хватит я не в курсе этих разговоров сорян вот если есть где про фануть или кем был бы прикольно я точно такой не говорю и не говорил но это другой момент по поводу майка и прокопа два профика во первых майк изначально с каналом с большим был до до на спорте во вторых спасибо большое за 50 рублей во вторых майк снимался у тудроц и тоже тут вопрос очень такой ну типа где-то как-то все-таки эти ребята которые показал они вообще ну типа вообще нигде не появлялись например кирилл дубников вообще в мире медиа футбола не в курсе что и как у прокопа был практически лям в тик токи ну то есть типа как бы нам не хотелось до него доебаться тогда до него было не доебаться по чесноку он действительно подходил под под формат и тогда ну то есть тут очень хотелось доебаться прошу честно очень хотелось но блять не до майка не до прокопа не доебаться вот моя любимая медийность и охвата герман у нас идеальный баланс оставит и сам прекрасно понимаешь что амкал на спорте один из самых просматриваю видосов на твоем канале и наша предстоящая игра обновит предыдущие максимумы я начинаю угорать просто захожу на свой канал ну типа вот так вот все видео они вот популярны нужно на талисманка начинаю отсматривать где там находится матч на спорте аж на 67 месте вот типа 67 по счету матч с на спорте понял что на 67 месте находится я запустил stories в котором написано что чуваки ну так все самые самые популярные видос ну типа 67 место так себе и после этого ребята меняют пост и сейчас там уже другой пост сейчас там уже ну не вообще а типа в этом году причем так аккуратно поменят а ну короче типа теперь и там поменяли текст и теперь медийность и охвата герман у нас идеальный баланс это один из самых просматриваемых видосов на твоем канале за последний год и и наша предстоящая игра обновит предыдущий максимум ну в том числе из-за того что я начал говняться и что-то делать это действительно может обновить предыдущий максимум текст изменили поправили чтобы он больше подходил по смыслу это забавно это забавно когда выкатывается не новый текст а просто изменяется старый учитывая что есть скрин из старого это всегда весело саня милохин приедет на матч самка вам саня если ты еще на стриме скажешь пожалуйста скажи пожалуйста что приедет я очень хочу запустить его на обложку умоляю смотрим дальше текила душно я пошел перебывать все ребят пока не поздно на спорте топ ага милохина привези пожалуйста очень хочешь это считается что ты что ты начал выплачивать за прошлый спор ладно сейчас реально было душно я согласен приятного аппетита хоть хавку тебе платила спасибо спасибо согласен нормал принципе если вот в такой частоте закидывать я готов все видосы на спорте смотрится вот просто вот чисто прям выходит видос и мы и мы погнали с тобой вместе обсуждать брокер выиграют на спорте не я не думаю у на спорте есть очень сильный запас игроков тем более что раз саня залетела сказал что эти ребята которые там их вообще-то интересует не амкал а их интересует медийная лига которая поважнее будет игры с амкал соответственно я об этом не верю конечно ну то есть мне я уверен что я уверен что они хотят и лигу выиграть и амкал но мне кажется что если нужно пожертвовать первым местом в лиге они бы выбрали все-таки амкал обыграть так или ну мне так кажется мое мнение сарян вот а если мы говорим про он конкретный матч против броков против команды его ровы райзена то сто процентов выйдут медийный у на спорте но когда если вдруг запахнет жареном то быстренько выйдут ребята посильнее и легионеры быстренько засушит где надо где надо забьют и все будет но а мы хотели еще обсудить не чая точно давайте сейчас я сейчас я найду что случилось как я понял на тренировку к вот первая тренировка команды райзена и егорова пришел некий хулиган маленький 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 лампик вот который говорит о том что вот когда я пришел на тренировку команде райзена и егорова начал снимать небольшие фрагменты для видео затем меня заметил егоров с райзеном и они подошли ко мне райзен грубой форме начал кричать на меня просил удалить все что я снял я попытался объяснить ему что снимаю это для не чая но в ответ я снова получил крики от райзена он говорил мне неприятные слова про не чая что он использует меня пытается поссорить их команду и так далее я ему объясняю что не чаем может выложить свой видос после вашего чтобы не было никаких спойлеров но райзен кричит на меня еще сильнее а их оператор снимает наш разговор вот в течение пару минут понимаю что смысла снимать нет удаляя при резине все видео пишу не чая ухожу райзен подбежал ко мне хотел попросить прощения но я руку не пожал почему бы не попросить прощения на камеру или тогда ты выйдешь из образа вот так вот райзен устроил скандал на первой тренировке убрал с поля лампика который приехал снимать до не чая просто вышел на газон вот такая херня дискуссионная в принципе я тоже был против потому что лампик не предупредил вопросы какие то и вот что райзен говорит пацаны с лампиком ситуация некрасиво вышла я сделал хуйню приношу извинения вот и лампик тоже не сильно флекси потому что ну я на камеру хотел извиниться это ты уходить начал в любом случае ты здесь не виноват другие люди виноваты кто виноват сейчас посмотрим и все что вообще произошло по факту произошло из-за не чая я понимаю что это классно там лампика звать на тренировку якобы из-за того что мы пытаемся игроков из фокоденек переманить хотя прекрасно ты понимаешь мы звонили вчера гуручу на стриме в шутливой форме он в бразилии и никто бы на полном серьезе бы фк деньги бы не переманивал если только на аренду как это было со всеми игроками которые мы набирали это был там условно клен фарзиар мы говорили об аренде но если ты считаешь то что это мы переманиваем кого-то фк деньги и потом еще создаешь такие инфоповоды ни хрена не красивый подставляя при этом маленького пацана и выписывал такие вот тексты это не есть хорошо не чай завязывай для это уже не медийная хуйня это интриги которые довольно низкие полная я и буш не чай и вообще возвращайся в россию давай здесь делать контент вместе на футбольных полях так разница писал чё отвечает не чай да понятно что нужно было изначально обсудить съемку но я думал что лампик изначально подходит подойдет к со всеми поздоровается они будут сразу вокруг летать с камеры короче с обеих сторон недопонимание произошло я просто ржу что разин выгнал лампика и все удалил ему вообще претензий нет для лампика опыт хоть какой-никакой поведению переговоров для нас тема обсуждения я же тоже паров у его отправлял как шпиона за то что егоров и разин вчера на стриме уговаривали игроков рфк деньги перейти в их клуб так ну и ответ на вот этот кружок райзена так что я лампика отправлю шутивую форму а с целью какой-то агрессии заруинить вам тренировку он бы он бы просто спросил ваше впечатление поделился атмосферой от новой команды фигово только то что без предупреждения все произошло с остальным не согласен а ну все и дальше трансферная стоимость внимание отбор будет после матча на спорте то есть на следующей неделе в начале отправлен лампика на отбор по поводу боков и не чая ну наверное да я согласен что надо было сто процентов согласовать эту съемку ну как минимум сказать что вот придет наш чел поснимает ну либо это должно было быть более шутливой какой-то манере чтобы все все выкупили и так далее вот ну и как бы все по факту вопрос очень очень забавный потому что ребята действительно по моему из рофа друг друга пирать в обиды в какие-то превратились вообще который не стоит ничего очень очень придало я знаю что мне позвонил димка егоров и айзен вместе они звонили момент когда вот с лампиком все это произошло еще до того как опубликовал не чай мне позвонил егоров и такой далее он такой случилось страшное мы короче выгнали нахрен мы выгнали нахрен лампика чё делать давай его на матч на випку возьмем типа онкал вот я просто разъебался поржал я говорю скажи чё он такой ну вот так и так лампик пришел снимать мы не знали короче зачем он снимает вообще как не чай находясь где-то далеко снимает контент здесь это же правильно неправильно ну и все и вот-вот я типа почти сильно угорал подмен за меня куда-то вставит или не вставит выпуск но это вот знаю что короче есть ощущение что брокер немножко немножко не знаю тырит не тырит идею но как будто бы перевыполняют идею эвкаденек ну то есть как будто бы вот похожая история непонятно пока кто там по итогу будет играть в этих броках знаю что там должен быть и реки а ну что он должен быть сани фифа что там должен быть бухар мы увидели вот и вроде бы пока все знаю что альхана звали и он зачем звонили чтобы 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 не поднимался кипиш ну походу да я не знаю фиг знает останусь ответил так мне нечего сказать кроме кроме того как меня интересует только фк деньги а команды егорова и разина это дешевый закос под поп-мма где-то не можешь сам ничего придумать и устраиваешь конфликт с не чаем тем же на том страж контент как те же руки базуки в поп-мма мы поживем увидим есть дружба а есть медийный футбол но в целом в целом да я согласен с тобой с точки зрения есть дружба есть медийный футбол и безусловно медийном футболе очень много выливается всякого говна и происходит всякой бредятин и на фоне желания поднять интерес шумиху и огонька добавить то есть такого не позволяется делать там в профессиональном спорте и в этом и есть прелесть медийного футбола нужно это понимать не нужно ну типа есть там вещи за гранью а есть вещи не деньги дают добро на участие на мкс в этом году ну вот пожалуйста вот вам и участник мкс фк деньги вот это будет очень интересная история мы кстати я нельзя ну мы же можем анонсировать достаться что было желание сыграть деньги против старого мкала там совсем-совсем старого супер-супер давнишнего легендарного вот и попробовать там на этом тоже интересно можешь собрать может быть даже не знаю закупить форму кипсту красную самый первый из декатлона он вроде не закрыт поэтому чё а хотел еще сказать рассказать блядь пока это возможно ребята продаю идею а ладно давайте будем считать что санте кило и и купил у меня эту идею он как раз задонатил сегодня очень хорошо поэтому будем считать что это идея купили как профиков в команду себе затащите чтобы никто не сказал что это профи первое найдите профиков которые действительно готовы отказаться от футбола профессионального и готовы заниматься созданием контента мы мы знаем васю маврина самого профессионального профи к из амкала что мы говорим все совершенно верно васе заходим к маврина на канал и понимаем что у него 25 тысяч подписчиков он ебашит видосы блять практически каждый день посмотрите сколько у него видосов он херачит большим ям видосов я вам клянусь если что он очень много контента создает он очень много контента создает там в телеге в инсте и нам а ну на матчах ладно мы еще не берем а сейчас берем как вот ну и плюс он играет в одной команде он не переходит никуда там в профессиональные какие-то команды другие и так далее мы сразу видим что этот человек который делает контент можно говорить о том что его не так много знают у него нет миллиона подписчиков ну тогда например какой-нибудь не знаю вот защитник год который на спорте будут которые с хитафи за лфл нам вам про против него играем блин как его зовут долима долима он вообще как бы не создает контент он просто футболист все он просто футболист который играет в вибраторами и он типа он есть в на спорте все он ничего не снимают там не тиктока не в ака не инсты не youtube и ничего вообще ничего т.е. он просто ну типа он в медиа вообще не живет Ну, как бы, окей Ну, это просто для сравнения Гасилина, возможно, мы такие, ну, окей Во-первых, Газ полностью ушел Из персонального футбола И не играет больше нигде В отличие от тех пацанов Которые вот сегодня там двое были Мы заходим на канал Гасилину И понимаем, что Раз, сегодня видос, 4 дня, 13 дней 2 недели, 3 недели Ну, ладно, ну, вот, типа, везде, где видите Лешу Леша здесь уже снимается везде То есть, понятно, что это канал на двоих, возможно, вы скажете И больше, как бы, ничего нету Но мы заходим на твич-канал И видим, что Газгольдер прямо сейчас Стримит У него челлендж, он стримит каждый день Вот на последний, вот, реально, каждый день стримит У него запущен челлендж вместе с Форзой Что за 30 дней они апнут 10-й левел, иначе они постригутся Скажите мне, пожалуйста, что этот чувак Никак, да, можно сказать, блядь, у него маленький Онлайн, 50 человек всего Ну, он развивается, он не так давно Начал медиадвижуху, но он, блядь Такой активный, шо пиздец Ну, серьезно Как можно назвать этого человека Да, ну вот, то есть, даже по-русски Ну да, то есть, Делиман, он не то, что там какой-то контент создавает Он там по-русски не разговаривает На данный момент Ну, то есть, это одна из проблем, по которых я не стал Брать деку в свое время в Амкале То есть, в Амкале про это было забавно и весело Но, как бы, именно На постоянную основу именно В нашу команду я его не мог По этой причине тоже взять И в этом плане Прокоп, который играл тогда в прошлом Он прям капец как подходил То есть, Прокоп это реально хороший профик У которого был жутко сильно прокачан тикток И он прям реально подходит под медиа Вот это прям Да, безусловно, у меня есть Возможность любого профика Адаптировать под... Ну, в целом, ну, то есть Я стараюсь выбирать только талантливых И, на мой взгляд, ну, понятно Я лицо заинтересованное Поэтому, говорю, ну, как бы Вы можете мои слова поделить надвое Но я считаю, что в Амкале все талантливые Все, ну, там, кого относят к профикам Понятно, что у кого-то будет мнение другое Но, тем не менее И получается, что? Получается, что эти ребята Которые, там, типа Я могу взять какого-нибудь профика совсем неинтересного Но я не делаю так Но, как бы, могу взять и просто гивом накрутить ему подписчиков И все И, как бы, он ничего не делает Ну, таких людей А смысл? А зачем? А куда? Ну, как бы... Ну, не знаю Ну, опять же Окей, даже так Ну, блядь, снимите выпуск про него Просто снимите на канале, на спорте, выпуск Вы, например, взяли Просто скажите У нас победили Давай посмотрим, кстати, кто там победил Кто попал в команду Ты бухал, человек Сейчас Поздно? Нету, нет Это вот Главная мысль идеи Блядь, снимите просто Новичка у себя Вот даже Тудроц Офигенно решили эту проблему Вы приглашаете типов к себе на челлендж Играете с ними И все И потом позиционируете себя Как сборную Тудроц Кто когда-либо приходил на канал И все Ну, то есть Не просто зовете на матч Неизвестных типов Которые решают игру за вас А реально Ну, вы хоть знакомитесь с ним То есть Тут тоже можно сказать О том, что К Прокопу проснулся интерес От того, что он сам интересный И помимо Ну, там Он очень много поджигал После матча нашего С ним Егоров взял интервью Он там попадался Там, здесь Туда-сюда У ребят Начал светиться Потом там В Тудроц перешел Потом к нам перешел И он действительно Проделал огромную работу Чтобы стать Медиа обсуждаемым чуваком Что проделал На данный момент Кирилл Дубников Я не знаю И у меня есть ощущение Я не утверждаю Но у меня есть ощущение Как будто бы Ему нахрен Это и не нужно Упаковка 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 С этим С Как его Трэвисом Скотом Там на фоне Висит Блядь Только там просрочно Короче Рассказываю Смешную историю Раз ты увидел Эту упаковку Я еще покажу Ну по-моему Она очень смешная Короче Вот это упаковка Купил я ее В магазе Который всякими Хайповыми Вещами Там типа Супримами торгует И так далее Я такой Вау Крутая штука Хочу взять Я короче Оплачиваю Ну все Такой Дайте Сколько стоит Он такой Ну там Что-то Я не помню 500-600 Я такой Вау Дорого Ну ладно Давай Возьму Типа все дела Нет Текилы донатят За стрим Больше Поэтому Могу себе позволить Покупаю Оплачиваю Мне дают чек И этот Чувак Который продавал Он такой Кстати Вы их наверное Не ешьте Только Потому что Они просроченные Я такой Че И потом Я уже Пообщавшись с ним Понял Что эта штука Как бы Продавалась Как просто То есть она полная Но я ее так и не открывал Потому что Она сразу была просроченная И вот Во Вот так она выглядит С этой стороны Вообще Прям Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует